Михаил, мужчина, которого я люблю, не выбирает меня, не делает шаг к серьезным отношениям, встречаться и жениться. А я все время жду, что он, возможно, сделает шаг, хотя прошло уже два с половиной года. Что думаете по этому поводу? Я с самого начала вам сказал, что огромную роль в ваших отношениях играет то, с чем вы в отношениях приходите. Вы еще один человек, подменяющий понятия. Вы не любите этого человека. С точки зрения здоровой психики не любите. Вы любите с точки зрения пострадать. Это да. Но в таком случае я бы заменил понятие «люблю» на понятие «нахожусь в зависимости». Притом у вас очень четкая позиция «я люблю того, кто меня не любит». Ну, то есть, говоря по-русски, я два с половиной года жду человека, которому я нахрен не нужна, извините меня за грубость, но мне очень нравится на чем-то зациклиться. И такие истории, знаете, немножко похожи на фантазию. Типа «я думаю о нем», «вот он такой», «вот он пошел», «вот он сел», «вот он ест». Ему-то вообще пофигу абсолютно, он живет своей жизнью. Но вы живете его как бы образом и своими переживаниями. Если вы хотите иметь нормальное отношение здоровое с нормальными людьми, то, во-первых, надо себе признаться, что вы наркоманка, а не человек с большой любовью. Потому что вы два с половиной года, в принципе, лелеете совершенно пустой образ, который к вам не имеет никакого отношения. Что-то ждете еще от него. Очень странно. Вообще, когда человек любит тех, кто не любит его, это уже проблема. И вы это должны воспринять именно как проблему, если вы хотите, что называется, вылечиться от этого. И никогда больше не западать на людей, которым вы неинтересны. У меня была проблема, похожая на вашу, очень долго, ну, наверное, 40 с чем-то лет. И я вылечился. На сегодняшний день мне вообще неинтересны люди, которым неинтересен я. Я даже не успеваю переживать на эту тему. Они мне просто неинтересны. Они не вызывают у меня желание заставить их полюбить. То, что вы как раз чем занимаетесь? Вы же пытаетесь заставить мужика полюбить себя и жениться на вас. Так полно людей, которые это добровольно сделают. И не через два, а мне надо вот этого. Обычно эта история уходит корнями в детство, где ребенку не хватало родителей. Он за ними бегал, они его игнорировали. И он привык как бы заморачиваться на людях, которые, ну, как бы на него забивают. И самое большое жгучее желание заставить их все-таки себя полюбить. Там внимания мало уделяли. Может, отец после развода исчез с матерью. И там много вариантов. Не будем гадать. Я вам просто механизм раскрываю, как это выглядит. Очень вам рекомендую прямо срочно, прямо сейчас, по свежим следам, признаться в себе, что вы в зависимости, а не в любви. И из этой зависимости выходить. Вам, когда вы решите, что вы зависимы, будет гораздо проще. Михаил, у меня нет отношений. И чем старше становлюсь, тем меньше хочется их заводить. Мне 34 года разведена. Слишком много плюсов свободной жизни для себя нашла. Нормально ли это? Значит, ну, 34 года – это не с возрастом и с годами. Вы еще юная. Но я вам хочу сказать, что на самом деле мир гораздо интереснее, чем наше узкое мышление. В нашем узком мышлении женщина должна быть замужем, женщина должна родить ребенка. Если она не замужем, не родила, значит, что-то не так и так далее. Я вам честно скажу. Наверное, в каких-то отсталых странах Африки и Азии это необходимо по той причине, что женщина не выживет без брака. И это правда. Есть страны, в которых если женщина не выходит замуж, то она никогда не будет иметь двух вещей. У нее никогда не будет детей и у нее никогда не будет секса. А что у нее будет? У нее будет уход за родителями и за племянниками, пока кто-то из них первый не умрет. И в таких странах вот эта идея, такая еще советская, очень актуальна, потому что это правда. Но в европейской части России и в других странах вы можете выходить замуж, можете не выходить замуж. Секс у вас всегда будет. Вы можете родить детей, не выходя замуж. Вы можете усыновить ребенка, не выходя замуж. Это никак не влияет на вашу жизнь. По этой причине в цивилизованном мире давно нет этого клише под названием «Я прямо должна родить и выходить замуж, а видно, что со мной что-то не так». С вами все в порядке. Не хотите – не общайтесь. Михаил, а как определить, абьюзер человек или просто он со сложным характером? Мне это напоминает знаменитый анекдот, когда еврей приходит к Равину и говорит, «Рэбби, у моего сына в ухе серьга». Что бы это значило? Равин говорит, тут два варианта. Он или гей, или пират. Папа говорит, «Слушай, а как я узнаю, он гей или пират?» Ой, это просто. Ты когда домой идешь, ты корабль во дворе видишь, абьюзер очень легко определить. Вам с ним некомфортно. Он по-разному ведет себя. Абьюз, он достаточно разнообразный. Он, например, вас подкалывает, и вы понимаете, что это ирония, ваш адрес. Это абьюз. Более того, это агрессия. Он манипулирует вами. Вот, кстати, у меня есть два дружка, которые в свое время в молодости сидели по разным статьям в разных тюрьмах. У них, знаете, какая привычка с зоной осталась? Они всегда пытаются вывернуть в свою сторону. Ну, например, один звонит и говорит, «Слушай, ты что делаешь?» Я говорю, книгу читаю. Ну, а я с ним тоже хочу встретиться. Мы не виделись давно. Он говорит, «Ну, подъезжай ко мне». Я говорю, «Нет, меня хватит. Хочешь сам поддержать?» «Слушай, ну тебе же вот выйти, ты же сейчас пять минут до меня. Вот что один, что другой под копирку. Видно, оба сидели. Потому что вот эта вот попытка вывернуть всегда в свою пользу, это в жестких условиях зоны обычно людям прививается. Но так как я в курсе, то я на это не ведусь. Так вот, абьюзер, он начинает так манипулировать, чтобы было все по его. Вот как он хочет. Что вот так сделай, вот так сделай, как ему удобно, как ему комфортно, как ему хочется и так далее. Он, кстати, еще игнорирует ваши интересы. Дальше он вас начинает критиковать. Как человек, вы его не очень устраиваете. Вот знаете, я прочитал такую смешную мысль к Евеевичу, «Как узнать, любит тебя парень или нет?» Ну, это касается и девчонок тоже. А спроси его, «А каким бы ты хотел меня видеть?» И тот, который любит, скажет, «Таким, как ты есть». А тот, который будет говорить «Таким, таким и таким», тебя такого не воспринимает. Поэтому, как только вы чувствуете какой-либо дискомфорт, не нужно думать, что вам показалось. Попробуйте проанализировать свои чувства и перевязать их к ситуации. Типа, что произошло, из-за чего мне сейчас не очень приятно. Если вы видите, что это абьюз, не надо ждать второго проявления. Валите оттуда. Михаил, как повысить свою значимость для партнёра? Для партнёра никак. Это манипуляция. Если вы будете играть в эти игры, повышая значимость за счёт того, что вы сливаете всё время, недоговариваете, интригуете, то это, к сожалению, то, о чём я вначале сказал, не очень здоровые отношения, а связанные с манипуляцией, с самолюбием и так далее. Вот когда вы значимость для себя повысите, то есть вы сами станете себя оценить и уважать, вам не надо будет для партнёра ничего придумывать отдельного. Понятно? Михаил, как реагировать на то, что после четырёх лет отношений мужчина говорит, что не знает, чего хочет, и просит дать ему время, при этом якобы любит и не хочет расставаться? Можно ли верить в положительный исход этой ситуации? Верить можно во всё, но я вам советую, чтобы вы ориентировались на себя, а не на партнёра. Не надо вам на его мысли ориентироваться, не надо вам учитывать, что он вам говорит. Вы спросите себя, если вы хотите ждать парня из армии, спите. Не хотите, пока он определится, не ждите. Вот эти обещания, типа вот, а он такой, а он вдруг, а вдруг всё будет хорошо, вы себя спросите, вы же его знаете, вы четыре года вместе жили, или встречались. Вам хочется это ждать? Ждите. Не хочется? Скажите, у меня нет на это время никакого желания. Всё очень просто. Вы должны всегда выбирать себя, что бы ни происходило. Как сказал поэт, «Любовь к себе» — это роман, который длится всю жизнь. Михаил, что изменить в себе, чтобы не искать труднодоступного, в кавычках, партнёра? Ну, это больная тема для большинства людей. Что такое труднодоступный партнёр? Это человек, который в вас не заинтересован, а у вас есть задача жгучая заставить его себя полюбить, хотя бы обратить на себя внимание. Как я уже сказал, это продолжение истории «Мама, папа, посмотрите, как я учусь на одни пятёрки, какая я хорошая, какая я тут могу колесо сделать, если я на пианино играю». Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. И так как родителей не хватало, это переклидывается во взрослом состоянии на уже взрослых дядей и тёдей. Вот вам надо от этой истории куда-то отвалить. Это с психологом обычно. Самому это тяжеловато. Но хотя бы вы можете себе признаться в том, что есть такая проблема, что вы пытаетесь завоевать любовь человека, который в этом не нуждается. Слушайте, ладно, вот партнёры, вот буквально у нас когда была лекция в воскресенье, да, я не помню уже, там женщина говорит, я пытаюсь своему отцу что-то доказать. Я говорю, до тех пор, пока вы своему отцу что-то доказываете, вы будете ребёнком, не подрослевшим. перестаньте своему отцу что-то доказывать в принципе. Такое, перестаньте искать труднодоступных партнёров. Ищите тех партнёров, из которых у вас есть взаимные чувства. Не надо никого насклонять в свою сторону. Кстати, я сам очень не люблю, когда с девушкой такое идёт, как бы вам сказать, диалог под названием, ну, ты как-то проявляешь себя, мы на тебя посмотрим. Я обычно считаю, что я не собираюсь никому теряться в доверие. Хочешь, бери, не хочешь, не бери. Но я не предлагаю вам свою позицию. Но хотя бы не надо брать людей, которым у вас нету ничего, которые, ну, никак к вам не относятся. А потом, когда вы ему понравитесь, типа он вас полюбит, увидит, какую богиню он теряет, да вы чё. Это вот всё история про Роману с папой, к сожалению. Александр спрашивает. Здравствуйте, Михаил. Обращаю внимание на недостатки людей. Они есть во всех, и больше я не хочу с ними общаться. Боюсь остаться одной. Как это исправится? Оценка человека адекватная и объективная. Вы знаете, какое дело? У меня тоже есть похожая проблема на вас. Ну, была во всяком случае. Я её отношу за счёт того, что это недоверие к людям. Недоверие влечёт за собой страх. А страх влечёт за собой попытку найти недостатки для того, чтобы соскочить от страха. Вот такой механизм. Когда вы не доверяете и боитесь, что человек вам нанесёт какой-то ущерб, то для того, чтобы не расстраиваться, там, вы влюбились, вас кинули, да, сделали больно. Вот чтобы этого не происходило, человек пытается найти недостатки для того, чтобы ему легче было соскакивать. Михаил, как не проецировать свои страхи из прошлых отношений на нынешнее? Вы должны быть в себе уверены, а не в людях неуверены. Вот соотношение страхов типа «я не знаю, что ожидать» и соотношение своей воли, своего характера и своей, как бы вам сказать, доверии себе и высокой самооценки должно крыниться в пользу не людям доверять больше, а себе доверять больше. Чем больше вы будете себе доверять, тем больше вы будете людям доверять. Михаил, если жена мне изменила и теперь обещает уже не изменять, можно ли такому человеку верить? У меня как-то веры нет, но с другой стороны не хочу рушить брак. Что посоветуете? Если бы она прекратила изменять, это одна история. Если она продолжает изменять, ну что я могу сказать, это вам решать, устроит у вас такая же. Я не знаю, как мужчины, многие женщины живут мужьями, которые изменяют. Есть такое понятие вторичной выгоды жертвы, когда человек, несмотря на то, что у него в семье творится, имеет какой-то интерес, из-за которого он не разводится. У женщин обычно это деньги. Что у вас, я не знаю. Если жена обещает не изменять, то она как бы должна на них закончить уже тогда изменять, как бы чтобы слова сделаны, расходились. Стоит ли в одном-двух моментах приходить к компромиссу, если все остальное устраивается, в целом все хорошо или надо расставаться? Если в одном-двух моментах. Ну смотрите, вы можете достичь компромисс, в вещах, которые для вас не принципиальны. Если это принципиально, то компромисса вы не достигнете. Но вы сможете прогнуться ради чего-то, а это уже нездоровые невротические отношения. Я только что сказал, вообще есть в чем-то выгода, из-за чего собственно вы готовы. То есть, например, я вам так скажу, давайте простой пример, тупой пример, прям тупее некуда. муж неряшливый, носки валяются по всей квартире, посуда не мытая, иногда сволочь споркается в занавеску. Вы спрашиваете себя, готовы ли вы жить с этим человеком. Если перевешивает ваша любовь и ваш комфорт жизни с ним, вы счастливы, то вы или там сами берете, или домработницу наймете, но закройте на это глаза. Но если ваш муж вам изменяет, но вас устраивает ваша вилла трехэтажная и автомобиль Rolls-Royce, то если вы закроете глаза, то понятно, что у вас, как я уже сказал, выгода жертвы. Это разные вещи. Поэтому спросите себя, насколько для вас это принципиально. Нахожусь в поиске отношений, зарегистрирована на сайте знакомств, быстро подсаживаюсь на общение, комплименты и так далее. А если этого нет, впадаю в состояние апатии и уныния. Как не подсаживаться на это? Очень смешно, сейчас вам расскажу. Переписывался, значит, с девчонкой, она бывшая мисс Россия. И она говорит, Михаил, мне вот парни пишут, ты такая красивая, такая клевая, а я считаю, что это манипуляция, потому что ты пытаешься быть, как о тебе говорят, а если ты не такой, то ты типа разочарования. Они всем от тебя этого ожидают. Поэтому постарайтесь, чтобы вас хотя бы оценили чисто по-человечески, потому что мужчина заваливает комплиментами, потому что, ну понятно, они хотят с вами познакомиться, хотят вашу лояльность, поэтому они начинают вам говорить, вам это приятно, в общем, может быть, что это правда, но если дальше внешности дело не идет, разговор, то вы хотя бы можете понять, что как человек вы их мало интересуете, исключительно, как сексуальный объект, потому что вы же и как человек знакомитесь с ними, а не только как грудь, попа и ноги же, правильно? Поэтому если он не говорит, что ему интересно с вами, приятно общаться, то скорее всего это просто вот типа, да такая клевая, такая хорошая, пошли кричаться. А вообще человек должен о себе иметь мнение, потому что отношение к комплиментам это свидетельствует о том, как вы на самом деле к себе относитесь. Когда говорят девушке такая, ой, ну что вы, что вы, я даже не накрашена, я сегодня вообще не выспалась, а люди, которые себя ценят, которые считают себя привлекать, говорят, да, спасибо, я знаю. Поэтому вы спросите себя, где вы находитесь. Михаил, как построить новую семью, если уже пять лет не могу отпустить отношения с бывшим мужем, а жизнь просто проходит мимо меня, а я существую в одиночестве, что со мной не так? Я скажу, что с вами не так. Так как это 115-е письмо на эту тему, я вам отвечу прямо. Вы склонны к зависимости. Дело в том, что люди не могут понять следующего. Этот курит, этот наркоман, этот пьет, этот мужика забыть не может. Это вообще все разные люди, но их объединяет одно, они вообще склонны к зависимости, к любым зависимостям. Вопрос в чем? Что у кого-то зависимость проявляется к курению, а у кого-то к неразделенной любви. Но я вам советую прямо сейчас поменять термины, убрать слово, а сказать у меня просто я как наркоман зависимый. Так любовь оттуда убрать просто. Потому что разница между сигаретами человеком нету никакой. И то, и то вредно. Вредно любить человека, который тебя не любит и даже называть это любовью. А вот сказать, что я зависима от этого человека, которого больше нет в моей жизни, это правда. И как любой зависимый человек, вы, естественно, можете вылечиться от зависимости. Может быть, не сами, может быть, с психологом, но это лечится. Как лечится любая наркомания. И курение, и алкоголь, все это поддается. Просто перестаньте все это называть любовью. Вам будет гораздо легче. Вадим спрашивает, Михаил, а если не получается завести отношения уже два года, можно ли рассмотреть для себя посещение публичного дома? Это нормальная практика для мужчин или лучше ждать отношений? Дело в том, что если вы посетите публичный дом и женитесь на одной из проституток, то это решение проблема. Если просто потрахаться, то отношений ведь тоже не будет. Это же вы отношения хотите или вы про секс говорите? Вы просто определитесь. Ну, люди большее количество времени без отношений живут. Тут дело такое. Но, в принципе, поступайте, как вам хочется. Я тут кто? Вам советую давать. Последние два вопроса. Михаил, почему даже в долгом браке появляются конфликты? Сколько нужно прожить в браке, чтобы жить в гармонии? Ну, вы знаете, вот я опять возвращаюсь к началу нашей беседы. Друзья мои, конфликты появляются не за долгих лет брака, из-за внутреннего конфликта каждого в этом браке. Когда человек имеет внутренний конфликт, то это находит выражение и конфликты между людьми. То есть, например, вы пришли с работы, вы чем-то недовольны, вам надо на кого-то собак спустить, ну, вот жена, муж рядом парит. Вот, когда человек внутри спокойный, у него нет внутреннего конфликта, нет потребности выражать свой гнев, свою агрессию, нет этого внутри. Это то, о чем все мечтают, про очень легких людей с легким характером. Я сам к этому стремлюсь. Михаил, то сходимся, то расходимся. Итак, на протяжении четырех лет я хочу замуж, а мужчина говорит, что надо подождать. Сейчас он остался без работы. Чувствую, что достойно большего, но я не подарок. А вдруг больше никого не встречу, вдруг никто не выдержит мой характер, а он после моего ухода изменится, а я в итоге останусь без семьи. Как решить эту проблему? Люди входят и выходят, продвигаются вперед. Ионеру Николаеву ехать очень хорошо. Это очень интересный вопрос, шикарный для последнего вопроса просто песня. Смотрите, какое дело, дорогая моя. Во-первых, вами руководит страх, а я всегда советую не принимать решения под воздействием страха. Страх заключается в том, что сейчас я этого кину, а сама никого не встречу. При этом этот меня вообще не устраивает. Он ничего не делает, мы не в браке, предложение делать, сейчас еще без работы остался. Но из-за страха не встретить вообще никого, я буду держаться за него. С ним лотерея. Лотерея две. Первая лотерея, заработает ли он деньги и вообще найдет работу или нет, а вторая еще хуже. А женится ли он на мне или нет? Как поступают свободные люди? Они поступают, как они хотят, согласно моему первому правилу. Для того, чтобы так поступить, надо перестать бояться остаться одной. Вы сами себе портите жизнь своим страхом. Притом, то, что я говорю, вам вообще не гарантирует ни разу, что вы обязательно кого-то встретите. Но люди свободные, потому и любят себя, потому они свободны, потому они без комплексов, потому они имеют высокую самооценку и независимость, что они всегда выбирают себя. Вы, если оставитесь с этим парнем, выберете страх. Дело даже не в том, что у него работы нет, дело в том, что он за это время не собирался на вас жениться, почему-то должен собраться. Не очень понятно, почему. Друзья мои, спасибо, что пришли и надеюсь, многих из вас скоро видеть на курсе. Субтитры сделал DimaTorzok